Всем привет! Меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой канал. И это будет вторая часть книжных покупок за август. Надо вам наконец-то их уже показать, хоть уже и сентябрь. И да, давайте пожалуй начнём. Итак, первая книга, которую я вам покажу, называется «100 чистых страниц» и автор Сириал Массаротто. Извините, если неправильно. И это книга в оформлении интеллектуального бестселлера. И я вам уже говорила, как я начинаю вообще выбирать для себя книги, которые я хочу вот прочитать из всех, которые у меня стоят на полке. Я просто читаю первую главу, либо первую страницу. И могу точно сказать, эта книга меня заинтересовала именно своей первой главой. Но у меня сейчас есть что читать, но я уверена, что в скором времени я и доберусь до этой книжки. Начинается она с того, что есть две сестры и близняшки, и один брат. И у них умирает дедушка, который богатый, то есть имеет такое хорошее состояние. И всё своё наследство он отдаёт своим, точнее, своим, а сёстрам нашего главного героя. А этому парню, мужчине, он уже, я думаю, взрослый, хотя тут ещё в самом начале не очень понятно. Ему он отдаёт блокнот, в котором просто пустые страницы. Хотя сам дедушка в последние несколько месяцев очень тщательно следил за этим блокнотом, постоянно носил его с собой, но этот блокнот пуст. И он достаётся нашему главному герою. И вот с этого и начинается первая глава, то есть этим заканчивается первая глава. И, не знаю, меня зацепило, что будет дальше, почему вот именно этот блокнот, значит, в этом блокноте должна быть какая-то тайна. Ну, в общем, я не знаю, меня это очень сильно заинтересовало, и я уже наконец-то жду, когда я буду читать эту книгу. Ну, опять-таки, всё в своё время. Оформление. Я не знаю, некоторые говорят, что мне нравится оформление интеллектуального бестселлера, но я не знаю, я просто фанатею от этого оформления. Я говорю, ну, вы просто посмотрите, ну, как можно пройти мимо вот такой книжечки? Кстати, да, тут автор. И я когда провела эту книгу, я вообще не знала, нигде не слышала об этой книге, вообще ничего мне не знала. Просто зашла на лайфлип, вела оформление интеллектуального бестселлера и просто уже смотрела все книги, потому что вот мне нравится это оформление. И я хочу вот именно, даже не то, что ещё по названию, но ещё по оформлению. Да, жила. Следующие две книги, они были очень, ну, красивым, я скажу, оформлением. Некоторым это оформление не нравится. В прошлых книжных покупках за июль я вам показывала Гоголя мёртвую душу в таком оформлении. И это оформление кто-то такой, русская классика написала. Вот эти вот две книжки. И первая книжка это Александр Сергеевич Грибоедов и его Горе от ума. А также тут остальные пьесы, ну, не остальные, а просто ещё пьесы, которые называются так. Ну, собственно, Горе от ума. Молодые супруги, студент и притворная неверность. Да, вот такая вот книжка, Горе от ума я уже прочитала. Не знаю, мне очень понравилась. Я бы, ну, не сказать, что в восторге, но вот ещё чуть-чуть я бы была в восторге от этого произведения. Ож очень такое, ну, я бы сказала, душевное. И оформление очень хорошее. Я не знаю, почему мне некоторые не нравятся. Мне она такой какой-то, знаете, величественный, возможно. Не знаю, мне очень нравится. И вторая книга в таком же оформлении, это Олег Николаевич Толстой, севастопольские рассказы. Также тут есть два гусара и казаки. Но я брала чисто из-за севастопольских рассказов, которые нельзя прочитать в школе. Конечно же, Маша до сих пор это не прочитала. Буквально она занимает 150 страничек. А тут находится, ну, грубо говоря, 400. То есть не так уж много она и занимает. По названию Щевастопольские рассказы можно понять, что это вот времена. Я не знаю, как это назвать. Я понимаю это, но я не знаю, как это назвать. Но скажем, с войны в связи. Не знаю, ну, меня это не впечатляет. А Горе от Тума, кстати, да, это о любви. В общем, да, вот такие две книжечки. Я не знаю, мне так нравятся, как они были. Идем дальше. И сейчас я немножко разочаровалась. Честно, в общем, да, все по порядку. Книга Джо Джо Моэс «До встречи с тобой». Вот такая книга. Услышала я об этой книге у... Ани на канале Enjoy. И меня очень заинтересовала, заинтриговала эта книга. Я ее еще не читала. В предвкушении. Но вот только что заметила, что... Я надеюсь, вам видно, что вот это все матовое. И буквы, и вот эти картинки, они такие вот помолоченые, глянцевые. И когда тут снимаешь чек, у меня все перестроится матовое. То есть, я не знаю, как это называется. Это прядь, это называется праг. Такое, в общем, удобство для меня. Я потому что люблю эти ценики от Лепрядь. Я тут буквально чуть-чуть пошевелила и уже собралась. Ну, в общем, да. Я думаю, что от этого книжка не сделается хуже. Саму книгу я еще не читала. Но я в большом предвкушении. Потому что, не знаю, Аня говорила то, что эта книга заставляет, так скажем, захотеть жить. То есть, к чему-то стремиться. И мне сейчас в жизни как раз вот этого вот чего-то вот не хватает. И, опять же, я прочитала первую главу. Я бы не сказала, что в первой главе уже раскрывается начало сюжета. Хотя, может быть, я как-то не так поняла. Но, да, достаточно интересненькое начало и оформление. Божественное просто. Следующая книга, которую я покажу, был Барлам Шаламов. Колымские рассказы. Опять же, купила не по своей воле, а по воле нашей учительницы русского языка и литературы. Потому что нам надо ли это читать. И, помимо колымских рассказов, тут также из сборника... Вот, тут содержание звучит так. Изборника колымские рассказы, собственно, то, что мне надо. И тут много-много-много всяких рассказчиков. Потом из сборника Левый берег, Артист Лопаты, Очерки преступного мира, Воскрешение лиственницы, Перчатка или... Честно не знаю. Напишите, КР-2. По-любому какое-нибудь название. Да, то есть вот такое содержание. И я очень соскучилась по оформлению такому... Как это называется? Бумажное оформление. Это называется бумажное. Это называется мягкая обложка. В общем, я очень соскучилась по такому оформлению. Но не приличают мне эти рассказы. Я буду их читать, потому что, ну... Ну, если я поставила себе цель их прочитать, пусть даже не за лето, но я их должна прочитать. Хотя потому что потом, когда мы будем писать сочинения, это всё равно как-то пригодится. Ну, в общем, да. Следующую книгу я просто не могу оставить без внимания. И это книга Александра Сергеевича Пушкина и Евгений Аннегин. Я долго не хотела читать это произведение, потому что оно было из основных, то, что нам надо было прочитать за лето. И, я не знаю, я осталась в восторге. Мне очень понравилось это произведение. Я увидела очень много каких-то моментов, которые я уже где-то слышала. Я не знаю. Я была восторгетствовать книги, но если говорить про оформление, то когда я заказывала... Как заказывала? Я никогда не заказывала с интернет-магазинов. Как я делаю? Я жила в одном городе, моя сестра живет в другом городе. У неё в городе есть магазин. Я просто через их магазин, только в интернете заказываю, чтобы они привезли к сестре домой. В общем, я думаю, вам это не очень интересно. Я попросила сестру купить. Мне и ей привезли. Не заморачивайтесь. В общем, я эту книгу видела только на картинке. И я почему-то думала, что она будет выглядеть, как вот колымские рассказы. Но меня почему-то смущала именно вот эта вот школьная библиотека. Я думала, что она будет такая же, просто, возможно, побольше. Но когда она мне пришла в твердой обложке, сказать, что я офигела, это ничего не сказать, потому что такого оформления она её просто ещё нигде не видела. Возможно, просто они мне на глаза не попадались. Но я нисколько не разочаровалась. Хоть это оформление и самое лучшее из тех, которые я вообще когда-либо видела, но книга зато очень интересная, очень, сказать, информативная. Она очень увлекательная. Это произведение, оно цепляет. И, не знаю, Пушкин умеет покрыть. Пусть и стомнили, что я не могу смотреть. Далее я покажу вам две книги, оформление, которого я, честно сказать, ещё вообще нигде не видела. Опять же, может быть, оно мне просто не попадалось на глаза. Называется «Классика в школе». И это «Мольер», «Мещанин во дворянстве», «Мещанин во дворянстве». Я не знаю, как она читается. Я 850 раз на этом слове спотыкаюсь. Всё равно, напишите мне, как правильно отрели, «Мещанин» или «Мещанин во дворянстве». Я думаю, «Мещан». Опять же, об этой книге я ничего не знаю. Но оформление такое очень симпатичное, я бы сказала. Шрифт достаточно большой. И, опять же, это не всё целиком произведение. Также тут, помимо «Мещанина во дворянстве», есть «Мнимы больные». И они примерно делят книгу пополам. То есть половина один рассказ, половина другой. Опять же, ещё я ничего не читала. Но интересно будет прочитать, потому что это не про войну. Хотя мы с ним обстали всё про войну. В общем, будем знакомиться в ближайшее время. И вторая книга такого же оформления, это «Карамзин. Бедная Лиза». Вот такая вот небольшая, но вообще маленькая, миниатюрная книжечка. Но даже тут, помимо «Бедной Лизы», содержится ещё «Остров Борнокольн», «Сьерра-Марена», «Наталья Боярская дочь», «Леодор» и «Юлия». А «Бедная Лиза» занимает всего, ну, грубо говоря, 25 страничек. Такая вот маленькая книжечка. И я бы сказала, очень такой симпатичный, не находите? Мне нравится. Ну, не самая, конечно, идеальная, но такое немножко подстаринное, я бы сказала. Насколько я понимаю, осталось две книги. И сейчас я вам покажу книгу, которую я просто нашла, и я просто вот так вот ходила. Это книга «Как приручить дракона» «Криссиды Коллоу». Это вторая часть «И как с Эрпиратом». Я первую часть уже читала, я делала на неё отдельный обзор. И какие-то прелестные книжечки. Но я не могу, у меня оформление уже за всё говорит, насколько это, не знаю, милая книга. Во-первых, шрифт огромный, опять какие-то тут непонятные карты, опять рисуночки. Я групповым говорила, что тут просто огроменный шрифт. Ну как можно не влюбиться в эту книгу? Я, конечно же, опять её ещё не читала, но это всего лишь дело времени. Она стоит меня и ждёт. И я уверена, что в ближайшее время я наконец-то и до неё дойдёт час. Я не знаю, я просто балдею от этих книг. И последняя книга, которую я вам сегодня расскажу, которую я купила, это Паустовский Северная Повесть. Вот такая книжка. И вы знаете, говорите, что она какая-то некрасивая, что она как-то по-древнему выглядит. Мне почему-то нравится это оформление. Оно вот именно под старину. Оно мне напоминает почему-то оформление Стивена Кинга. Как у меня Крабище домашних животных. И это мёртвая зона. Вот такое, знаете, у меня даже вот картон этот, или как это называется, одинаковый. И опять же, Северная Повесть занимает не всю книгу. Тут также есть Золотая Роза. И в ней, видимо, ещё остальные какие-то рассказы. Очень-очень-очень много. Ну, в общем, грубо говоря, сто страничек мне надо вот из этой огромной книжки прочитать, в которой более трехсот страниц. Ну, почему нет? Вот почему-то эту книгу как-то душа лежит, и я хочу её прочитать, хотя, опять же, война, но оформление меня вот именно извлекает. В общем, да, это были все мои книжные покупки за август. Если вы ещё не смотрели первую часть, то кликайте вот сюда, она откроется в отдельном окошке, а также ссылка будет в описании. На сегодня это всё, и да, всем удачи, пока! Я сейчас читаю, что он тут делает. Тут у него такое лицо, немножко торжественное какое-то. Какой-то, знаете, такой, как будто он испугался, поэтому он серьёзный, поэтому он задумчивый. Всё. Вот он скульпин. Оно прям детское, но при этом такое... Ня. Вот единственное слово, это НЯ. Да. Человек рассказывает о книгах, не может подобрать нормального русского слова. Это я. Ня.